Победить можно двумя способами. Вырвав палку или перетянув соперника на свою сторону. Хват выбирают по очереди. Палку можно выкручивать, а самому перемещаться относительно соперника. Такие простые правила дают широкий спектр для тактики, когда создавая систему рычагов можно как минимум сопротивляться, а как максимум даже победить соперника, который тяжелее и сильнее. Это старинная якутская забава. В 2003 году массрестлинг объявили национальным видом спорта. Масс по якутски палка. Слово перетягивание заменили международным термином рестлинг, в переводе на русский язык борьба. Действует Российская и Международная Федерации. В этом году массрестлинг включили в программу сельских спортивных игр. Этот спорт не требует больших затрат на его внедрение, во-первых. Может быть массовым от детей и включая ветеранов. Не регламентируются, могут участвовать и женщины, и мужчины. То есть любой человек может принимать участие. Оборудование, вы видите, можно сделать своими руками. В соревнованиях приняли участие представители пяти сельских округов. Анна Шашлыкова из Джигинки курирует спорт и работу с молодежью. В решающем раунде она обескуражила соперницу неожиданным рывком. Ну вот здесь я и пошла тактически. Я как легкая атлетка и знаю, что надо со старта вырвать. Ну и решила ее так, как судья говорит, что старт сразу дернуть. Это, конечно, не мое, силовые. Но интересно попробовать всегда что-то новое. Анна решила попробовать организовать подобные соревнования у себя. В итоге именно команда Джигинского сельского округа стала первой, а в общем зачете после трех из девяти видов вышла на третье место. Команда Виноградного сельского округа, заняв второе место в масс-рестлинге, укрепила свои позиции лидера. Бронза у команды Гайкадзорского сельского округа. Она вытеснила со второго места общего зачета спортсменов из станицы Анапской. Участники, показавшие лучшие личные результаты, представят город-курорт на краевом уровне. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.